МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, сегодня впервые в истории Клуба веселых и находчивых количество игр одной восьмой финала перешагнет через цифру 3. Сегодня нас с вами ждет четвертая игра юбилейного сезона нашего клуба. Четвертая, одна, восьмая. И сегодня, естественно, мы продолжим наше путешествие во времени по истории. И стартовали, напомню, мы издалека, с античных времен. А сегодня мы вплотную приблизимся к делам не так давно минувших дней. История, о которой сегодня пойдет, речь называется емко, кратко и хорошо всем знакома. Перестройка. Времена непростые, времена лихие, но, на мой личный взгляд, у этих времен есть одно несомненное достоинство. Именно в эти времена родилось большинство тех, кто сегодня играет в КВН. И именно в эти времена была возрождена на телеэкране наша игра. Так что, может быть, благодаря этим обстоятельствам мы имеем возможность продолжать КВН. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжает первый конкурс, конкурс визиток, третья команда. Их адрес вы уже знаете, остается уточнить название и город. Команда КВН «Ботанический сад», город Хабаровск. АПЛОДИСМЕНТЫ И вновь продолжается бой и тема «Советский Союз», Где Кузбан такой молодой, а верник покоряет тюц. Здравствуй, Москва! Брак и ра! Город не спит Начало строительства трассы Читах-Хабаровск было положено еще в советское время. А закончилось буквально недавно. Поэтому сейчас случай не просто на дороге, а на трассе Читах-Хабаровск. О, лейтенант Кибанов, почему фары не включены? Так время 2 часа дня. Ну и что? По новым правилам и днем должны быть включены. Вы что, телевизор не смотрите? У меня нет телевизора. Ну, конечно. На «Лексусе» ездите и нет телевизора, да? А это не самая лучшая комплектация этой модели. Да при чем здесь это? Что, дома тоже нет телевизора? У меня нет дома. Как нет дома? Ну, вот так продал дом, купил машину. Вы что, живете в ней, что ли? Ну, да. Так, а почему-то с алкоголем пахнет. Выпил. Так за рулем нельзя. Дома можно. Так, голову мне не морочите, открывайте багажник. Не могу. Почему? Там жена молится. Так, с вами все понятно. Открывайте дверь, буду вас оформлять. Проходите, разувайтесь. Я тебя разую сейчас. Друзья, далее советское студенческое общежитие. О, здорово, ты куда? Домой спать. Да не, не надо сейчас. А что такое? Да я там футбол смотрю, матч интересный. Я тоже люблю футбол. Да не, не, ты не погоди, не понимаешь. Там голевая ситуация, выход один на один с вратарем. А? Я понял. И кто на воротах? Да ты не знаешь. Я в общаге всех вратарей знаю. Нет, тут трансферное окно открылось. Легионер из Рудена. А? Ну давай я просто поболею. Да нет, в записи посмотришь. А что, будет трансляция? Будет, будет. Давай, 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 давай. Ух ты, ночью, в город не смей. Знакомиться с визитками играющих сегодня команд. Свою визитку готова показать следующая команда. Наш адрес не дом и не улица. Своеобразная команда КВН. Сборная Батайска. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, это была телепередача «Такси». Я рад вас поздравить. Вы выиграли 30 тысяч рублей. И прямо на ваших глазах я отчитаю эти деньги. Слышь, друг, ну ты же заметил, что в основном я правильные ответы давал. Этот мой Кент только сидел и поддакивал. Давай его грохнем. 30% твои. Нет, сегодня нет. Как бы еще 9 передач снимать, работа нет. 9 передач. Слышь, Кент, я тут сводил и почерикал. У него на кармане сейчас минимум 270 штук. Серьезно? Давай его грохнем. 30% твои. О, Орел. Вообще-то я все слышу. Между прочим, я тоже все слышал. Дружочек. Но это хорошо, что вы все слышали. Суть проблемы ясна. Процент я обозначил. Победитель аж за дверью. Четвертая игра сезона, друзья. Перестройка. Первый конкурс. Девиз конкурса прежний. Визитная карточка команды КВН. МСЭП. Станция спортивная. Москва. Поехали. Тема приветствия. Наш адрес ни дома, ни улица. Но чтобы воспользоваться следующей услугой, нужно знать и дом, и улицу. Услуга «Трезвый водитель». Да, услуга «Трезвый водитель». Слушаю. Да, конечно, мы предоставляем такие услуги. Диктуйте адрес. Улица Мусы Джалиле, дом 8 или 9? 8. Мы постараемся побыстрее. Держитесь, держитесь. Наш адрес ни дома, ни улица. Наш адрес Советский Союз завершает конкурс визитных карточек четвертой игры. Команда КВН «Интер-Юэй» сборной Украины. Украина! А в самой читающей стране мира на каждую советскую блондинку всегда найдется гопник-интеллектуал. Слышь, Кабан, а я себе татуировку сделал. А ну. Опа. Киарема-фирма? В огне. Шарман? Опа-па. Эй, ну шо, турецкий гамбит? А-а, аргентинская атака. Ну, атака так атака. Здоров. Здрасте. Девчонки, девчонки, отгадайте загадку. Ножницы. Левел 1 комплит. Та-да. Та-да, может, завяжем «Интри-Дьюс» «Якобан». Вот видишь, Кристина, ты говорила, что «Якобан». Да, как сказали бы Кирилл и Мефодий, «Ёколэмэне, Мишаня». Ой, а вы как-то с наукой связаны? Ага, я как-то у завкафедры ноутбук отобрал. А я вот пишу диссертацию про скифов. Фантастика. А какая тема? Ох уж эти скифы. Понятно, дамы. А вы знаете, за что Уотсон и Крик получили Нобелевскую премию? Ты капец. Они просто в точности выполняли все приказания Нобеля. Может, все-таки гамбит? Гамбит. А не соблаговолите ли вы отвоежировать с нами в соседний район, дабы оценить архитектурную смелость Никиты Сергеевича Хрущева? АПЛОДИСМЕНТЫ В кукурузу? АПЛОДИСМЕНТЫ Капец. Ну что, мы продолжаем, продолжаем играть, продолжаем играть в перестройку. И нас с вами ждет, как договариваюсь, максимальное погружение в тему игры. Третий, заключительный конкурс, музыкальное домашнее задание. Тут мы решили поговорить о местами и попеть. Вот о чем. Одним из культурных достижений перестройки считается легализация такого музыкального движения, как русский рок. Вот об этом и о чем еще угодно и должна пойти речь. Итак, для начала, музыкальное домашнее задание, русский рок, сборная Украины. Раз, два, три! Красный пес, синий кот, шестиногий теленок поет. Рыба лает и в будке живет. Майский жук обогнал самолет. У села захоронят отход по имени Стромцы. Вот такой русский рок можно было услышать в каждом советском дворе в эпоху перестройки. А таких дворов, как наш, были миллионы. Кстати, друзья, знакомимся. Это молодежь 90-х. Они уже в 90-х ходили на дискотеку 90-х. Юра! Стоять! Это дядя Юра. Золотые руки нашего двора. Тетя Зина, его жена. Так, Юра, ты детей из ломбарда забрал? Зин, ну что ты такое говоришь? Конечно, забрал. Это же самое дорогое, что у нас есть. Ну ладно, Санек, давай еще одну. Зади вопрос. Снова в ночь выходит Вера, снова будет спать, потому что Вера скораж. Ей! Ха-ха! 95! Только тут орет, не орет, а поет. Ты не ты, а Ани. Смотри, на все у них отговорки есть. Я ему вопрос, а он мне 10, итого 11. Пошути, у меня еще тут на 15 суток захотел. Нет, никто не хочет на 15 суток. Почему не в школе? Каникулы у них. Дмитрий Борисович, наш участковый. Потрынди мне еще. Здорово, Юра, ну что там? Здорово, Борисович. Ну все, пулю достал. Как новенькое, носите на здоровье. Э! Физкуль, привет. О, на ловца и зверь бежит. Борисович, ты что, опять фуражку починил? Так точно. Отдаешь. Слышь, Борисович. Да, Аркадий Петрович. Ты мое дело потерял? Нет. Почему? Забыл. Борисович. Понял, 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 понял. Александр Васильевич, такое дело. Времена сейчас сложные, каждому нужна защита. В общем, это, будьте нашей крышей, пожалуйста. Вы подумайте, что, а за ответом мы завтра. О, Матадор. Матадор. Класс. Пацаны, хотите прикол? Давай, давай. Смотрите. Дядь Юр. Что? Табуретка сломалась, не почините. А че ж не починить? Починю. Сейчас, сейчас. Оп, оп, оп. О, да здесь без бутылки не разберешься. Я тебя сейчас там без бутылки не разберешься. Ну, Зин, ну дай поремонтировать, а ну. О, да здесь без бутылки не разберешься. А ты опять начинаешь. А кто написал под табуреткой, здесь без бутылки не разберешься? О, Ирка идет. Королева нашего двора. Богиня. Сейчас, ребята, я быстренько так. Посмотрю в глаза, а потом на тела. Я сделаю все то, о чем мечтаешь ты. В жизни до тебя я вот так не делал. К черту эти лепестки. Стебельками белых роз Твои ложи заселю. Я люблю, чтобы до слез. Чтоб до слез. Люблю. Блин, Вась, ну я ж тебе говорила. Сначала варенки, потом двухкассетник. И уже тогда, может быть, до слез. Всем приветик. Ой, привет, девчонки. А мы теперь будем жить у вас во дворе. Класс. Так, ребята, давайте знакомиться по старшинству. Я первый знакомлюсь, не надо спорить. Всем пока. А мы уезжаем с вашего двора. А что так быстро? А у нас папа военный. Вот и познакомились. Заян, 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 Заян. Ну что? Заян, купи шубу. Зачем тебе шуба? Не, ну Светке муж купил шубу. Ты ее грудь видела? Видела. Ну, а варежки тебе уже покупал. Это Витя и Нина. Их ожидает безоблачное будущее. Еще бы, ведь им на свадьбу подарили акции АО МММ. Заян, ну купи шубу. У тебя ж плащ есть. Какой плащ? Плащ-палатка, я тебя из армии привез. Пойдем. Да ты не прав. Ты не прав. И снова здорово. Ирка. Ну что, решила? Пойдешь за меня? Нет, мне учиться надо. Я тебя сам всему научу. Любое желание исполню. Хочешь, тачку куплю, хочешь, хату сожгу. А я сейчас милицию вызову. Зови. Милиция! Э, да, Таркани Петрович, что случилось? Да, вот. Ирина! Пап, ну может ты разберешься уже? Да, Борисович, может ты разберешься уже в конце концов. Понял, понял, понял. Три, четыре. Соглашайся, упрямая дура, А то нам все квартиры сожгут. Я не понял, стоп. Как это сожгут? Кто они вообще такие? Чего их слышит? Зая, 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 зая. Тише. Зая, сними с него шубу. Да подожди. Товарищи, по радио передали, что Союз развалился. Что ж теперь будет-то? Теперь будет секс! Люди, да что же это творится-то в конце концов? А вы теперь не люди, вы теперь наш электорат. Подождите, да как же это получается? Газ и нефть в одной стране, хлопок в другой, даже шпроты вообще в третьей. А нам тогда что остается? Тише, тише, тише! А нам остается самое главное и родное. Украина, вербовищная халина! Украина, великая добра родина! Будь-ба, 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 зоровеньки мы! Йо-хо! Украина! Есть полный состав четверть финалистов. 12 команд играют в трех четверть финалах. Я желаю удачи всем командам. Встретимся довольно скоро. Времени не так много, но к КВНщикам не привыкать. До скорой встречи! Пока! АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!